Здравствуйте! Вы смотрите программу Гагаузи и Гюнгюнда на телеканале ГРТ. И я, ее ведущая, Ирина Караман. Сегодня у нас в гостях Николай Дмитриевич Дели, председатель экологического союза «Тимиз Буджак». Николай Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте! Николай Дмитриевич, давайте мы с вами начнем нашу программу с того, что вы расскажете немного нашим телезрителям о себе. Чтобы они знали, какое вы имеете образование. Я кончил техникум поселка Карманово в 1973 году. Я кончил техникум с отличием, так называют, пятипроцентником. После окончания техникум много ребят с Камрата, с Гривой, с Молдавией, много ребят успешно завершили. И мы сразу же, после окончания техникума, меня назначили в Камрате, был такое предприятие, колхоз «Жипром». И меня готовили специалистам, начальникам комплекса КРС, надкормочную площадку на пять тысяч крупного рогатовства. Но мне повезло еще годика-два поработать помощником главного инженера, ныне покойного Петра Ивановича. Я работал на ней помощником, я немножко набрался опыта, изучил коллектив, этот очень мощный коллектив. И поработав, тогда захотелось председателю колхоз «Жипрома», господину Парлокянову, Альберт Сокомольевичу, ныне покойному, говорит, мне, он как-то сказал так, шутясь, смеясь, говорит, мне лодыри здесь не нужны, на ферму. Ты животновод, зоотехник, говорит, да, туда. Да, я пошел, поработал там, ну, не знаю, где-то четыре с половиной года. Супруга Парлокяна, по-моему, была на то время Валентина Вагаповна директором колхозного сада, да? Да, садиком, заведующей садиком. И поработал, и потом, я могу сказать откровенно, что кое-какие нарушения в законодательной форме я тоже выполнил. Но это тогда было, как сказать, и указное, и приказное, и решенное. Тогда решал совет колхозов, это ведущая фирма всего Гагавузи, она все решала тактику и стратегию развития животноводства и развития региона. Колхоз Авангард? Нет, был совет колхозов. Колхоз Авангард был миллиардер, один из богатых. У нас таких колхозов в Гагавузи было шесть. Кангасский, еще там Светловский, были много хозяйственных, там миллионеры были, богатые хозяйства были. И после этого, как это прошло, поработали. Мы по процессу работы, мы в животноводстве заняли по привесам среди республики первое место. Мы имели привесы 900-700 грамм в сутки. У нас мы кормили гранулами, брикетами, зеленые. Силосовали мы по 25-50 тысяч тонн силоса и сеножа. Это такой бархан. А техника, обслуживающая этот комплекс, была одна из в то время самых современных. Там погрузчики, сушилки, ДВП. Там была оснащенность техники очень... Советы колхозов, председатель Зайченко, который был председателем Совета колхозов в республике, это была одна из цветущих краев, самых богатых. И финансово. У нас и общеводство, и фруктоводство. У нас и рыбное хозяйство было. И у нас была какая-то субординация. И какой-то... Я помню, я пришел на работу. Первый месяц работал, когда помощником главного жена, заместителем. Приходит в пятницу. После обеда женщина с собой приходит все в форме шароваров. Что? Говорит, сейчас будет санитарный час. Будем наводить порядок по территории нашей территории, которая закрыла. Вот в неделе 4 часа, санитарный час после, наводили порядок, наводили экологическое состояние. Восстанавливали территорию. Где побежали, где покрасили. Это такое было. И я могу сказать, что у нас только в то время, в пятницу, после обеда, можно было увидеть женщину в штанах или шароварах. В остальном такого не было. Что кто-то приходил в шароварах и в джинсах. Такого не было. Это, сознательность, это культура, этика, нравственность, самолюбие своего человечества. Я считаю, это был очень правильный путь, очень правильный и очень верный, справедливый путь развития человечества. Вот это было по работе. А что какие-то то, что награды, знаете, как-то награды, они, их когда не ждешь, они сами приходят, даже не знаешь откуда. Это бывало. И была государственная, имела награды. Я имею орден Тудову Красного Знамени. Я имею серебряную медаль ВДНХ, СССР. Я имею ЦК профсоюза, я не знаю сколько это там. ГГУ с халкой, мне кажется, 6, потому что мы начинатели, у нас есть еще 3 человека живые. Это Андрей Степан Франго, как он, Андрей Чешмиджи, обучает детей на шахматы, под шахматом. Чешмиджи. Чешмиджи, Андрей. Вот мы тогда с Андреем, тогда еще был первым райкомом партии Табунчик Георгий Дмитриевич. И мы как-то были такие, которые работали в таких должностях и хотели где-то по-самому поразиться, по-самому, не с этой проблемой, работой с утра. И обращаясь, обратился мой Георгий Дмитриевич. Он был первым райкомом партии Табунчиком. Встретил вас? Он сказал, вот такой день, я помню, это было 5 часов, после 5. Мы зашли в малый зал, садитесь, сел секретарь, мы задавали вопрос, это можно, это можно, это нельзя, это можно, это можно, то нельзя. Рад вопросом, Андрей Чешмиджи, Франк, задавал, еще покойный Андрей Байкл с нами был. Мы 5 было, кто же, кто-то 3, 5 был, я забыл. Да, и, знаешь, мы, нам нормально, хорошо, мы получили хоть 50% ответа положительно, что мы хотели. Мы сделали это, завелись, завелись, мы сделали клуб. Это, мы всегда заседание проводили в рейс-полковной, в малом зале, на первом этаже. Вот в неделю раз собираем, но после 5 туда. Заседание Гагу с Халкой? Нет, Гагу с Халкой еще не было. Это был клуб, это клуб. Где вы дискуссии проводили? Дискуссии проводили о языке, о природе. У каждого были свои программы, каждый фанат был по своей методике. И вот так, мы где-то полтора года, туда-сюда. Потом у нас приехал, я был подключен, был спектакль «Буджактан Ялын». Этот спектакль ставил профессор, искусствовед, не Таносов был Денис, а Каракаш, Илья Иванович. Он ставил «Буджактан Ялын». Мы их сыграли, этот спектакль. Спектакль ставился в Доме культуры? В Доме культуры. Мы ездили в Кишинев, в Кангасе мы выступали. После, я не помню уже сколько, Каракаш. Он, была Марья Васильевна Маргиневича, она нас поддерживала. Я помню, в таком году, даже когда Марья Васильевна открыла научный центр, где вторая школа, там садик был. Расскажите поподробнее про этот научный центр. Интересно. Марья Васильевна, когда выдали на это помещение, тогда были ученые Курогло, Степан Курогло, Степан Курогло, Нынешний Болгару, Степан Болгару, тоже научный. Кто еще был? С Вулканеж был. Васильогло. Васильогло был. А было у нас два Васильогло. Девичья фамилия Марья Васильевна тоже Васильогло. А у нас был в Камраде Константин Васильевич Васильогло. Он был зав. клубом, зав. танцором, зав. художественным. Но такой базовой основе, которой межгосударственных ученых, тематика, у нас не было. И когда Каракаш появился, мы поставили спектакль. Да, я могу сказать гордостью и уверенностью, что спектакль, который ставился в 1906 год, Камрадская революция, это послужило основным, первым геном для возрождения идеологии, идеи о создании Гаговской республики. Да, это была основа. Но у нас еще были Денис Николаевич с Одессы, с Политехнического института по проспекту, по бульваре Фонтанная 10 в Одессе. Я бывал у него и дома, и сейчас для него, в честь него построен собор, и его есть гуманитарное высшее учебное заведение в Одессе. Денис Николаевич Тоносовов, знаете, это основатель всех законодательных актов Гаговузии и уложений. Разводка, четыре варианта было этого уложения. Всякие варианты мы доступны к парламенту Молдовы. Тяжело было. Нам очень тяжело. Нам отказывали. Да, у нас чуть ли не кровополития не было. Но нас спас еще президент Турции. Когда он приехал в Камрад, в Молдаве, он был президент. Вы говорите о Сулеймане Демиреле? Да, он надавил на Снегура. И было принято автономия. А у нас мечта была самостоятельной Гаговузской республики. Ну, мы и это тогда добились. Нормально. Это первые этапы. Вот эти Тоносовы, это энциклопедия всех законодательных актов Гаговузии. И народного собрания, и структура исполкома, структура властей. Но тогда замешали, сделали. У нас мы не мечтали, чтобы у нас был Камрадский районный председатель. У нас каждый премарий, сам пан-хозяин, единочный. Это читали. И нам райадминистрации абсолютно не нужны. Но это создалось кому интересно, по каким причинам это время на это не будут тратить. Это не стоит того времени. И вот Денис Николаевич Тоносову, это мы. А я, Денис Николаевич Тоносову, были у меня друзья Андрея Бывиклы. Здесь несколько раз со мной и Бургуджу, и Иван ездили. Иван Георгиевич. Да, Иван Иванович. Мы ездили к нему, и домой заходили. И тут. Еще были Спрангу, здесь Гинжи были. А как проходили ваши заседания в ГГУ с Халкэ в клубе? В ГГУ с Халкэ, знаете, там были сопредседатели, заместители. И был председатель Болгарова Степана. Он вообще, он, Болгарова Степана, он, как сказать, идеология его мышля в этом аспекте была какая-то. Ну, как основа была, азерб. Ну, у нас были такие юристы, как Тоносову. Были еще другие юристы, с Кичинева, с Академик Куром. С кем вы, наверное, советовались? Да, ну, мы бы когда в неделю раз заседание в ГГУ с Халкэ, все приезжали, человек 30-40 в зале, вот она вот здесь. Кого из активных деятелей того времени вы бы могли бы еще отметить? Наверное, я думаю, что вы назовете фамилию Степана Михайловича Топал. Да. А я думаю, что вы назовете фамилию Михаила Васильевича Кензигеля. Степан Михайлович Топал, это такой человек, у него такая сила воли и выдержки. Я у него, вам скажу откровенно, он у нашего учредителя, я у него холеризма, вспышки холеризма. Ну, я иногда себе как-то автоматически выпускаю, какой-то холеризм. Вот Степан Михайлович Топал не видел. Вот Степан, это такой нрав, спокойный. И вот так смотрит тебе в лицо, и как будто он говорит, что ты или глупо сделаешь, глупо сделаешь, или, ух, какое умное предложение. Он всегда кому-то что-то, он... Оценивающе смотрел, да? А? Оценивающе смотрел. Да, вот так и уже, а потом, когда где-нибудь что-то поправит, он тебе подходил на ушки. Не перед всеми, а тихонечко. Да, он был очень тактичный, получается. Да, он, у него что-то нравилось, внешняя выправка была достойного той должности, которой он занимал. Гордый сын своего народа. Да, то он не надо, его не надо, он говорит, мне не надо хвалить, я знаю, кто я есть, что я есть. Он спокойно, у нас там были ребятки, Андрей Байклопоков, вот мы, мы не имели холерики, мы имели к этому-то. Есть, были и другие, и сволк, конечно, и стадерлун. Холерики, наверное, и флегматики тоже, да, такие спыльчивые, решительные, но в то время такие люди и нужны были. Да, и как-то у нас, когда заседание, совещание было у Скалки, вот эту тематику мы никогда не вскрывали, обсуждать кого-то индивидуально. Ну и когда они хотели вступить в Совет Старейшин, Николай Дмитриевич? Вы знаете, в Совет Старейшин всем разработаны уложения и положения и законодательная форма, как создать Совет Старейшин. Сегодня заходил, пришел к Башкан. Пьяш, кара, аладжа. Так, ты мой человек, я тебя оставлю, Садич. Ушел тот Башкан, приходит другой. А, ты мой человек. То есть, вы не хотели быть частью? Нет, нет. Николай Дмитриевич, я бы еще хотела спросить у вас такой момент, когда помимо сообщества ГГУ Скалки и других ваших клубов, где вы выступали, дискутировали, общались, пришла к вам вот эта идея создания экологического союза Тимис Боджак? Я в институте, когда учился, я столкнулся с такими личными, такими людьми. Я сам защитник, я животновод, биолог. И так, я столкнулся с таким человеком, Олег Курениц. Он издавал газету «Натуру». Я, когда в студенческие, вот, я видел там они, тогда народный фронт, были всякие там передвиженские политические деваты. И мы, как такое, в Роджазее ходили тоже, слушали эти пикеты, забастовки. Ну, в искусстве чуть-чуть занимались. Мы в школе еще научились. Мы очень любили Стефана Чалмария, Дмитрия Кантемира. Это, когда изучали эти истории этих людей, значит, когда осознавали, понимали, мы же видели... Какие они были храбрые, достойные. Какие они? Это Дмитрий Кантемир, он такой... Целая эпоха. Целая эпоха. Он сколько соборов православных, сколько он мир влюбил. Да, Стефан Чалмарий тоже был. Да, я говорю, это же эталон для нас был, который изучить, знать, это депо информации. И вот эти... Да у нас, я скажу, я в студенческий, мы ходили и убирать, и виноград, и яблоки, и все, в осенье, все, группа пошли, и все, раз неделя. Но хоть что-то было, что-то было. И я один год шел в студенческую строительную отряду, а на второй-третий год я шел командиром отряда. Командиром командирного окружного отряда. Я знал Казахстан, Казалардинскую, Кимкенскую область. В этих областях мы работали. Вы учились и в Москве, насколько я знаю, да? Нет, в Кишиневе я учился, а в Москве я кончил аспирантуру. Аспирантуру, да. Да, это в 86-м году. А ничего, это я кончил в 77-м. И, знаете, мы как-то была совсем другая идеология. Как-то к нам, не что сказать, что нас жалели. Нас, наоборот, гоняли, но гоняли так, чтобы ты просто, что ты пробежишься, чтобы что-то у тебя осталось логического, человеческого. Чтобы был гуманизм, вырабатывался, и выдержка. Вот такая методика воспитания была. Такой я вот этот Олег Уренита. А был и брат Ваира Уренита. Я даже могу сказать с такой... Его же сестра, самая младшая, она сегодня министр природных ресурсов Республики Молдова. Я ее помню. Семейная династия. Я помню эту... Я бывал у них в селе Абакли. У них, у Леницы, ихние, как сказать, может, тем или иным, есть крещенный отец, который крестил этих всех детей. Это он, мужик, работал у нас в Башкалеи, в Камрате, мэром города Камрат. И работал директором Камратского леснического хозяина. Это кто? Секрееру Владимир Филимонович. Он, его дом есть, жена скончалась, сын скончался, и он скончался. Сейчас и родственник какой-то... Николай Дмитриевич, и все же, какие основные цели и задачи были экологического движения Тимисбуджак? На каких основных аспектах вы останавливались? Мы... Основная цель был министром экологии, академик Дука, он потом президент. Я много с ним беседовал. И я, когда составлял этот устав, да, устав, он такой, мы такие были, может, право не было. Мы когда создали, и мне Дука говорит, и он как-то всегда, слышь, Гагаузский, иди что? Что ты мне говоришь? Будешь писать всю молдавскую терминологию, там, ту терминологию, русскую. Слышь, ты переведи с Гагаузского на русский язык, напечатай, устав разработан. Я разу, наверное, в восемь. То к нему, то к Каракашу, то к нему, то к Каракашу. Каракаш одно заключение. То делает другое заключение. Приходишь, и потом, когда мы пошли регистрируем, все, издали. И цвет, фон, все. И каждый... И даже герб есть у вас, да, здесь? Да. И в центре герба у нас черная лошадь. Да, комурат. Комурат. И это самое. Мы когда делали, ну, тогда тоже умные люди, хорошие, подсказывали. И я, он говорит, Георгий Дука говорит, нет, Олег Куреницын говорит, Слышь, Николай, говорит, ты можешь у своих учредителей, кто тебе помогает, по одному предложению, как он представляет твой темис-буджак? Как это то стало? Чтобы каждый... Николай Дмитриевич, разрешите зачитать, вот здесь есть такое вступление. Я смотрю, здесь подписано вами это выступление, ваши слова, я процитирую. Я считаю, что создание данного экологического движения позволяет решить ряд важных вопросов не только в Гагаузии, но и за ее пределами. Учитывая, что мы живем на территории буджакской степи, где погодные и климатические условия не балуют нас. Ценность функционирования этого движения многократно увеличивается. Формы и методы работы этого движения не ограничены. То есть вы хотели объять необъятное? Ну, так она... Ну, мечтали на тот момент, так? Такая была фантастика. Кстати, здесь еще есть высказывание Степана Михайловича Топала. Я его могу тоже зачитать. Да, да. Создавая, а в дальнейшем и работа этого общественного движения, темис-буджак является подспорьем всем государственным экологическим организациям и планируемым в вопросах экологии региона. То есть тогда перед вами открывали, я так думаю, все двери. И надеялись на то, что ваше экологическое движение, темис-буджак, немножко улучшит климатические условия нашего региона. Я бы еще хотела досказать, я здесь, пока готовилась к программе, прочитала, что еще с 1985 года вы уже тогда говорили о том, что решение, экологическое решение о чистке и облучении поймы реки Ялпук, уже тогда вас оно настораживало, и тогда вы уже пытались найти решение для того, чтобы улучшить, восстановить флору и фауну на территории, экологическое состояние поймы реки Ялпук. Удалось ли за такое большое, казалось бы, промежуток времени, 37 лет прошло? Первое, что мне удалось, я выиграл проект Грант. Выиграл на 5000 лей. Это первый грант. Первый. Это что мне делать? Мне сказали, там экологи тоже из академии, Николай, восстанови памятники природы. У нас есть лечебный треугольник, у нас ковыль есть, у нас чернозем, 9 метров глубок, толщина слоя, сармата. Николай, ты знаешь, у нас такие источники? У нас горячие фонтаны есть. У нас черные лечебные травы, грязь есть. У нас был разработан проект, еще при СССР, разработан проект в Адарме, строительство, санаторий. Куда все делось? ЦК. Куда это, что делось, что же получилось? Общественность хотела идти по глобальным, стабильным управлением государственных чиновников, властей. Государственные чиновники, те, которые имелось в СССР в Москве и в Кочиневе, они проект, МОСАД, что касалось государственных, они изучали земли, характерическую давали. И нам известно было, я помню, в каком-то году у нас была груша, которая с монгола татарского ира в Адарме. Вот такая маленькая груша, ну такой вкус груши. Адармунские знаете, писатели, поэты, и Шариф знаете, и Игнат знаете, и музей знаете. Николай Дмитриевич, с грушей, с растениями нам немного понятно. Но все же, как улучшить нам теперь состояние реки? А сейчас... Ваше предложение. Вот это фантастически... Нам, во-первых, очистные сооружения, да. У нас были очистные сооружения одних лучших. Второе очистное сооружение было в Буджаке. Так, которое было такое условие у нас, и в Камрадском очистных сооружении. Мы приходили удочкой в этих выбросах воды, чтобы выбрасывалось. Мы удочкой ловили рыбу. Карп, карася. В Буджаке я брал два ведра карасей, в пойму кидал себе, в пойму очистные, где фильтрована вода. И проходил, сидел. Я помню, когда было... Атомная электростанция взорвалась. Чернобыль. Чернобыль. Я в тот день ловил рыбалку. Сидели мы на рыбалке. Ловили рыбу. Рыбу ловили. И потом было сообщено, потом за сутки собрали людей, и многих людей увезли в Чернобыль. Если бы мне знакомые были тогда врачи, которые побывали там... Вы считаете, что для того, чтобы сейчас улучшить состояние поймы реки, нужно в первую очередь очистить территорию и установить правильные очистные. Так, Николай Анатольевич? В первую очередь, вы знаете, чтобы восстановить, реабилитировать эти очистные, они неплохие. Для этого нам не один миллион, не два миллиона, не двадцать миллионов. Надо больше, около ста миллионов лей, чтобы вложить в это. А то, что говорит там какое-то государственное, что там два миллиона, пять миллионов, да это не реализирует. Николай Анатольевич, я очень помню, будучи в восьмом классе, как вы пришли к нам на урок географии вот с этими уставами, с программой. Я помню, что вы тогда уже агитировали молодежь, школьников, студентов, к тому, чтобы они присоединялись к вашему экологическому движению. А мы не имели. Вы хотели на тот момент, чтобы и молодежь тоже участвовала в этом, для того, чтобы улучшить экологическое состояние нашей ГГУЗи. Так я правильно понимаю? Я помню, какой, когда привезли нам танк в западной части города Коронавируса. Привезли танк, поставили, своим ходом заехал танк на место. Я был там. Я видел, как заехали. Все нормально. И Илюша УЗУ, тогда заправка видел, и второй, там тоже руководитель заправочных станций. Предложили насадить деревья, да? Да, нет. Мы деревья нашли. Орехи молодые были, да? Орехи молодые, еще. Березки там насажены, точно, я знаю. Еще, а, самшит мой кустарик посадили. Тоже это сейчас с молдавским лицеем, со второй школы, с школьниками, чтобы не брать далека. Я потом подходил к этим лидерам, и уже, ну, сколько, и вторым Балазан подходит, детям поставил по кофе, по чаю. Он говорит, нет проблем. С радостью соглашались, да? Соглашались в столовую, дети садились, кушали. Но мы лет пять. Молодцы, это хорошее дело. Мы этими ребятами работали, так, ребята, даже, я могу сказать, они даже ушли в экологию работать. Потому что это им нравилось с детства, наверное. Это был хороший урок. Николай Дмитриевич, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за прекрасную беседу, за ваш труд, за то, что вы очень много лет отдали на то, чтобы экология, а также флора и фауна на нашей территории все с каждым годом улучшалось и улучшалось. Мы имеем самое большое богатство и имеем и хорошую ошибку. Мы посадили леса, почти проектировали пятиш, посадили около трех с чем-то. Но мы одно, мы не учли молодые специалисты, что мы плодоносящие культурные. Мы птицу, что у нас была, ей не было что кушать, мы ее потеряли. Она взлетела. Все, спасибо вам. Вам большое спасибо, было очень приятно. И я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был Николай Дмитриевич Дейли, председатель экологического союза Темис Буджак. Оставайтесь с нами на телеканале ГРТ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова